Здравствуйте! На портале «Экзагетру» с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о пророке Валааме. При чтении книги чисел очень часто возникает недоуменный вопрос, зачем Богу вообще понадобился пророк Валаам и вообще, каков смысл этих повествований. История Валака, царя Моава, который призвал ясновидца и прорицателя Валаама предать проклятию народ Израиля, в тот момент, когда народ готовился вступить в землю обетованную, рассказывается в 22 главе книги «Чисел». И в тот момент, когда Валаам открывает уста для того, чтобы произнести проклятие, его слова оказываются словами благословения. И здесь возникает множество вопросов. Сам этот прорицатель был действительно пророком, человеком от Бога, или это был мошенник, лжепророк, некий чародей, волхв? Его слова обладали они реальной силой или нет? Наконец, какие у него были личные мотивы? Он надеялся получить признание и вознаграждение от Моавитян? Или он действительно был чистосердечным врагом народа Израиля и ненавидел этот народ только за то, что этот народ был близок к Богу? Тогда в чем смысл эпизода с говорящей ослицей в целом, с явлением ангела? Многие средневековые толкователи, кстати, отмечают, что явление ангела было лишь видением, которое происходило в уме Валаама, ничего в реальности не было. Таким образом, эта история вызывает очень много недоуменных вопросов. Прежде всего, ведь никто из нас, никто из народа Израиля не был свидетелями всего происходящего. Единственными свидетелями был сам пророк Валаам, были Валак и некоторые моавитские князья. Но ведь все, что происходило в этот момент, касалось народа Израиля. И если бы народ знал об опасности, которая подстерегает его, то израильтяне бы не предавались ни блудодейству с Моавитянками, ни идолопоклонству, зная, что все это заканчивается эпидемией чумы, в результате которой погибнет 24 тысячи человек. Итак, если об этом не знали иудеи, если об этом не знал даже Моисей, зачем все это? На кого повлияла эта история? Это не изменило ни Валаама, ни моавитян, никого. Очень странно. В первый раз Господь говорит Валаму, не ходи с ними, не отвечай на просьбу Валака. Другой раз Он говорит, иди с ними. И в этот момент Господь сам же разгневался на пророка. Проклятие можно было бы избежать. Народ Израиля был бы защищен, не было бы нужды ни в Ангелии, ни в говорящей ослице, ни в прочих жертвах, которые разворачиваются в последующих главах. Итак, почему Бог вложил в уста Валаама необычайно поэтические слова, в которых благословение выражено одним из самых лирических мест Пятикнижия? Потому что в действительности все, что произносит Валаам, это произносит не он, это то, что Бог хочет передать своему народу. И действительно, в Пятикнижии это самое прекрасное признание в любви. По сути, Валаам передает то, о чем Бог говорил Аврааму. «Я благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну». И вот Валаам говорит, «Благословящий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Итак, что же должно измениться? Моавитяне остаются заклятыми врагами народа Израиля. И позже Господь скажет Моисею, что нужно враждовать с ними и поражать их, уничтожать. Сам Валаам тоже остается врагом народа Израиля. Сначала с его руки совершается обольщение мавитянками сынов Израиля, смертельная чума, а затем, спустя несколько глав, мы узнаем, что в ходе войны против мадиньтян Валаам будет убит. Другими словами, пророк прошел через опыт, который бы вы назвали преображающим опытом. Представьте себе, вы открываете уста для того, чтобы произнести некое злословие, но ваши уста произносят, наоборот, слова благословения, и это нечто совершенно невероятное, это должно нас изменить, но это никак не изменило самого Валаама. Память об этом пророке останется на протяжении всего Ветхого Завета. О нем несколько раз говорится в пяти книжах, например, в книге Иисуса Навина, который в момент возобновления Завета, после завоевания земли обетованной, вспоминает это событие. «Восстал Валаак, царь Моавицкий, пошел войной на Израиль и послал и призвал Валаама, чтобы он проклял вас, но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из руки его». Младший современник пророка Исаии, пророк Михей, тоже передает такие слова Бога. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валаак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров». И затем пророк Михей произносит самые замечательные слова о смысле религиозной жизни, о смысле духовной жизни. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». И в книге пророка Неемии тоже вспоминается Валаам, и даже в книгах Нового Завета он тоже будет вспоминаться. Валаам – язычник, и наряду с ним в книге «Бытия» мы видим другие образы язычников. Например, царь и священник Бога Всевышнего Мельхиседек, современник Авраама, тесть Моисея и Афор, вождь и жрец Мадянитян, который подал своему зятю здравый совет о том, как вести народ Израиля. В книге Ионы мы видим образ язычников, которые молятся, приносят жертву своим богам, для того, чтобы спасти жизнь и себе, и Ионе. И когда пророк Иона приходит в Ниневию и произносит грозные слова обличения, тут же народ предается покаянию. Но такого не случалось даже в Иудее или Израиле. Язычники оказываются более человечными и более богобоязненными, чем избранный народ. И поэтому пророк Малахия, последний из пророков, говорит, «Ибо от восток солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф, «А вы хулите его». Таким образом, Господь разочарован поведением своих избранников. Но возникает теперь самый главный вопрос. Почему Господь любит свой народ? Почему именно Его Он избирает? Просто потому что любит. Любовь, как роза, которая цветет без почему, без причины. Точно так же и Бог любит свой народ. Он избирает Авраама, Он любит его потомков. Даже когда их поведение вызывает в нем гнев, Он не отрекается от своей любви. Именно это Он доносит до пророка Ассии. «Иди и женись на женщине, которая тебе неверна, — говорит Господь. Она разобьет твое сердце, но ты все равно будешь ее любить и возьмешь ее себе в жены. И таким образом народ поймет сердце Бога». И где в Пятикнижии Бог наиболее ярко и пронзительно выражает свою любовь? Именно в этих благословениях, которые произносит языческий пророк, прорицатель Валаам. «С вершины скал вижу я его, Из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается. Как прекрасны шатры твои, Иаков, Жилища твои, Израиль». Эти знаменитые слова принадлежат Невалааму. Фактически, это слова, которые происходят от уст Бога. Это самое восхитительное признание Бога в любви к этому маленькому, ничем не примечательному народу. И теперь недоуменный вопрос. Почему Бог выбирает языческого пророка, который наименее всего подходит для того, чтобы быть вестником Божьего благословения? Это говорит не о самом Валааме, говорит больше о самом Боге, потому что у Бога свои пути. Он избрал пожилую, бесплодную пару Авраама и Сару для того, чтобы произвести из них еврейский народ. Он выбрал человека, который был косноизидчен, Моисея, для того, чтобы стать носителем своего слова. Он выбрал Валаама, который ненавидел Израиль как вестника своей любви. И поэтому Моисей говорит, «Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Именно по этой любви Господь в рождественскую ночь становится человеком, становится младенцем. И история Валаама здесь продолжает свое неожиданное продолжение. Дело в том, что Валаам является старшим собратом тех волхвов, которые в рождественскую ночь приходят поклониться Богомладенцу Иисусу Христу. И здесь следует обратить внимание на текст пророчества из 24 главы. Еврейский текст говорит, «Я вижу то, чего еще нет, вижу то, что еще вдали». Мессия еще не пришел, но пророк уже ясно видит его. «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Другой перевод, арамейский перевод этого текста, который получил название Таргум, говорит, «Восходит царь из дома Иакова, спаситель или мессия из дома Израиля». Таким образом, пророчество Валаама получает свое поразительное продолжение. Оно предвосхищает Вифлеемскую звезду, которая возвестила Волхвам о пришествии Мессии. В откровении Иоанна Богослова мы тоже видим утреннюю звезду, которая есть мессианский знак. Деятельность пророка Валаама связана с теми землями, которые находятся вокруг Дамаска. И в частности, в этих местах есть город по имени Кохба. И поэтому имя одного из главных персонажей древней истории Бар-Кохба сын звезды. Этот город недалеко от Дамаска. Именно здесь нашла убежище община, которая затем станет общиной первых христиан. Именно здесь происходит обращение апостола Павла. Таким образом, история пророка Валаама будет иметь поразительное продолжение в Новом Завете, будет стоять у истоков христианства. И вифлеемская звезда, как та звезда, которую увидел пророк Валаам, станет символом той миссии, которую апостолы будут нести среди язычников, среди тех, кто поклоняется звездам, кто интересуется астрологией, для того, чтобы обратить их взоры к истинному царю, к Иисусу Христу. На портале экзагет.ру с вами был Протерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерий Дмитрий Сезоненко